Всем здравствуйте, с вами Хирозен и добро пожаловать на новый ролик по BMG Drive. Сегодня мы с вами будем кидать вот такой вот МАЗ на автомобили. Его масса очень огромная, около там 6, а может быть и больше тонн. Ну, в разы, конечно, наверное, больше. Думаю, вы можете сами написать это в комментариях и я это увижу. В общем, ближе к делу. Сегодня мы будем скидывать вот такой вот МАЗ на автомобили. Посмотрим, что станет с маленькими автомобильчиками по сравнению с таким вот МАЗом. Они, конечно, маленькие. Размажет их по асфальту или нет, мы это, конечно же, сегодня увидим. Не буду томить. Перед началом подпишитесь на мой телеграм-канал, который я недавно создал. Ссылка будет в комментариях либо в описании. Все, погнали к ролику. Первое, что мы сегодня раздаем нашим МАЗом, так это вот такой вот Мерседес. Выполнен он абсолютно отлично. У него даже открываются дверки. Вот такой вот у него салон. Очень, кстати, правдоподобный. Конечно, я не знаю, как настоящий выглядит, но все же. Давайте же сразу не будем томить и прям сразу раздаем его вот таким вот МАЗом. И вот я поставил Мерседесик. Он ждет своего часа. И посмотрите только наверх. Кто там, блин? Что это такое? Вот вы когда им видели вот летающий МАЗ? What the fuck in the bitch тут происходит? Даже посмотрим это в замедленном действии. Делаем в 8 раз замедленное действие. Отрываем паузу и смотрим, как летит эта, блин, не знаю, гигантская тарелка. Скинем сначала прям примерно вот сюда и посмотрите, что это. Это просто невероятно выглядит. Очень эпично. Хоть скриншот, блин, не знаю, высылай кому-нибудь друзьям и так далее. Это просто у него все... А, нет, не все. Колесики-то у него оторвались, но не все, блин. А у Мерседеса-то что стало с его задом? Вы только посмотрите. У него просто, не знаю, в задний ряд, блин, влетело вот это вот оранжевое чудо. 2-2-6, благо не 2-2-8. И вот такой вот тут салон. И вот так вот тут выглядит, блин, с убийцей вида. Что сказал, я сам не знаю. В общем, стекло разбилось. Колеса некоторые повылетали. Рама немного... Ага, немного, блин, помялась. Мерседес сразу видно, да, что с ним? Типа он превратился в какой-то, не знаю, катер. На катер похоже. В общем, сейчас достанем следующую машину и посмотрим, что же будет. Следующая машина это у нас Ауди. Вот такая вот она, красивая, коричневая. Блин, что-то я ускорился камерой. Такой вот номерной знак, такой багажник. Не знаю, открываются, нет? Нет, не открываются. Жалко, конечно, люблю моды, которые открываются дверки и так далее. Вот такой вот салон. Я не знаю, похож ли он на настоящий. Вы можете в интернете сравнить с вот этим вот модом. Вот такой вот руль. Имба-значок Ауди. Капот. Ну, блин, все, в принципе, по стандарту. Нам вот это вот интересно. Что там висит? Сразу. Восемь раз замедленное действие делаем. G. Нажимаем паузу и смотрим, как эта фигня падает, как, блин, перышко, которое весит, блин, дохренища просто тон. Блин, обязательно напишите, сколько он весит мимо. Очень интересно. И просто он давит эту маленькую Ауди. Ну, реально, она по сравнению с ним нереально маленькая. Раздавил он ее прям как делать нехрен. Сам-то, блин, даже почти не повредился. Ну, можно сказать, по меркам вот этого удара. Номер 226 все объясняет. Он просто всех давит. Смотрите. Ауди, не Ауди. Я не знаю, что это. Я могу отличить только по вот этому знаку. А так, ее больше, блин, не отличить. Это невозможно, мне кажется. Одно колесо живое осталось. И то оно 100% помятое. Что случилось с нашим Мазом? Заднее колесо отлетело максимум, наверное. А хотя нет, его с этой стороны расхреначило. Но тут, блин, тень. Плохо видно. Но фары зато светятся. И что-то дымится, кстати, там. Наверное, Ауди. Я не думаю, что Маз дымится. Да и откуда ему там, блин, дымится? Вот так вот печально бывает. Делаем в реальном времени. Посмотрим. А, ну, ничем не отличается в принципе. Я думаю, он до сих пор падает. Хотя, блин, какая тупая мысль. Двигаемся к следующей машине. И посмотрим, что сделает Маз с ней. Сегодня он, конечно же, всех раздавит. Даже думать не надо. Следующий автомобиль. Это вот такой вот старенький Форс Шелбич. Что-то там. Я уже не помню это название. Посмотрите, как он выглядит. Не знаю, дверки открываются. Нет, не открываются. Блин, жалко. Надо модель находить, у которых дверки открываются. Но хотя вот этот достойный экземпляр. Посмотрите, потому что на салон он выполнен невероятно профессионально. Думаю, это, блин, заслуживает. Не знаю, хотя бы комментария. Давайте посмотрим, что с ним сделает огромный Маз. Делаем в 8 раз заверленного времени. Отжимаем паузу. И Маз летит как перышко, которое весит дохренищий тон. И долго ты будешь лететь. Потихоньку, значит, Маз подлетает. И посмотрим, что же сейчас будет с Фордом. Да. Его, я не знаю, он исчез. Его Маз просто съел. Вот Форд у нас с другой стороны оказался. Превратился в какой-то блинчик. Я только дверь, блин, в принципе, узнаю от Форда. И все. Диски даже не узнаю. И колеса вообще невозможно. 226 номер его просто раздавил. Зато вывалил, блин, свой кузов. Хотя, это как вообще называется? Я это просто ковшиком буду, короче, называть. Вот так вот, блин, делается это. Вот такой вот у него колесико. Я не знаю, что с ним случилось. Растянуло. Что-то. Маз, кстати, достаточно плохо стало от этой высоты. Потому что у него дверь, блин. Казахстан улетела. Сами все смотрите. Я не знаю, как это комментировать. Потому что почему-то крыло перевернулось. То ли, блин, помялось заднее. Вообще, короче, хз. Вот так вот тут выглядит изнутри. Это что такое дымится? Я вообще, в общем-то, не знаю комментировать. Я это отказываюсь. Колесики, блин, упали. Что-то швелится. Запускаем, короче, новую машину. В общем, я не знаю, как это объяснить. Но появился собрат, блин, того грузовичка. Это сил. Но не на тысячи сил. Слава богу, а то сейчас бы уехал от Мазы. Вот такой вот он. Выполнен отлично. Не знаю, двери открываются. Нет, блин, не открываются. Да что ж такое-то? Вот такой вот салон. В Мазе я, конечно, не был. Но я знаю, как у него выглядит салон. В принципе, он похож. И достаточно сильно похож. Так что перед вами оригинал, наверное. И давайте посмотрим, что сделает, можно сказать, Фура с Фурой. Грубо говоря, конечно же. Хотя, я не знаю, Зил это Фура или не Фура. Летит. Медленно летит. Потому что он эпичный. Немного я сделаю магию монтажа. Долетает уже почти до Зила. И его сейчас придавливает. Ну, нифига себе, кстати. Зил достаточно выдержал его удар. Потому что это, блин, громадина. Если упадет, то не каждый может выдержать. Что было с Фордом, вспомните. Его просто раздавило, как пельмешку. А Зил вообще насрать. У него даже живой мотор. What the fuck? Зил. Ой, тьфу. Маз у нас перевернулся. Я уже, блин, не знаю. Уже путаю эти все машины. Вот так вот он, в общем, перевернулся. Даже комментировать не надо. Какую-то часть, что ли, украл от Зила? Да. Он у него капот украл. Ну, вот так вот это, блин, творится. Зил до сих пор продолжает падать. Давайте-ка в реальном времени сделаем, чтобы было побыстрее. Зил дымится, но вот прикол в чем? Мне кажется, он заводится. Да, он заводится, но он не едет. Мотор-то у него полностью рабочий. Но вот сломан там, блин, этот, как его? Тот самый, короче. Я заспавнил такое имбовое, блин, средство передвижения. Вы только на это посмотрите. Машинка из Hot Wheels у нас сегодня, блин, в ролике. Что творится? Гонит она, наверное, дай бог. Но, блин, давайте ее скорость, пожалуй, оставим на какую-нибудь из роликов лучше. Сейчас не будем ничего тестировать, потому что даже вам неинтересно потом станет смотреть. Итак, ближе к делу. Что у нас там? У нас там кто-то висит. Мы, наверное, не знаем, да, кто. Опять падал. Ой, что? Капец. Восемь раз забыл сделать. Сорян, братья, я не буду перезапускать. Мне лень. И он раздавливает, значит, машинку из Hot Wheels. Колесо оторвалось. А в остальном, в принципе, перед хороший. Ну, блин, вперед-то ясен пень, но он даже не взлетел. Зато у Маза... Че, у кого загорелось что? Я не понял. Да. У Hot Wheels, наверное, загорелась вот эта херня. А у Маза зато колесики прямо в этот ковшик влетели. Ну, вот так вот, блин, бывает. Разбилось это стекло. Забываю слова иногда. О май гад. И че еще? Что-что-то тут? Давайте посмотрим сверху. Сверху у нас вот такое вот. В режиме реального времени, пожалуй, сделаю. Воспоменение. О май гад. Что мне делать с этим? Че? А тут что дымится? Непонятно. Ладно, допустим, это дымится. Горит. Все горит, короче. Больше комментировать нечего. Давайте посмотрим что-нибудь из классики. К примеру, восьмерочка. А то все крутое, да крутое. Какие-то Hot Wheels на 3000 сил и более. Вот настоящий аппарат. Восьмероч. Вы только посмотрите на него. Он всегда красивый. Он всегда эпичный. Но почему-то сейчас он поменял ариентацию и стал голубым. Потому что у него, походу, шиза. Вот такой салон. Офигенный. Ну, блин, в принципе, стандартный. Родной для всех, я думаю. Кто-то, наверное, катался. Кто-то нет на восьмерке. Я нет, к примеру. Но для меня все равно родной. Ровный. Ну да. Мазик так и ждет, блин. Чтобы его расхреначить. Он, видите, аж обосрался тут немного. Ну, в общем, начнем. Итак. Летит, значит, там Маз. Вы только посмотрите. Он всегда был эпичным. Я уже это миллиарды раз говорю. И смотрим, что станет с восьмеркой. Ну. Да. А комментариев тут вообще нет. Не знаю. Не сказать. 2.2.6 его полностью раздавил. Я не знаю. Но морду, в принципе, можно узнать. Давайте в реальном времени сделаем, пожалуй. А то что-то мне долго вот это вот все смотреть. Вот такое вот колесо. Я не знаю, зачем это вам, блин. Разбилось, в общем, восьмерка. Вы только посмотрите. Зад, в принципе, можно узнать. Ладно. Потом. Перед можно узнать у восьмерки. Это. Ну, его везде можно узнать. Даже в каком бы он состоянии там ни был. Боковину узнать, наверное, невозможно. Если только по ручкам какой-нибудь мастер это узнает. Че у нас с мазом случилось? Мистер. 2.2.6? Да, ему вообще насрать, мне кажется. Он просто тупо кузов, не знаю, ковшик свой открыл. Нихрена эпично. И этот. И выпендриваться начал. Че у него? Рама погнулась, наверное, немного. И колесики повылетали. Но он всегда эти колесики сбрасывает. Потому что он мистер. 2.2.6, он любит повыкобениваться. Двигаемся к следующей машине. И посмотрим, что станет с ней. Мм. Интересно, что же я следующее заспаунил, да? Очень, наверное, всем многим знаком этот, блин, легендарный салон. Можно сказать, съездил за картошкой. Это легендарный Зио. Это тот троллейбус, на котором, наверное, катались почти все. Рынок. Он везет на рынок, как я говорил. Восьмерка у нас. Ого. Значит, бесконечные сети будут перевернуть. Вот такой вот диск. Кстати. Ну-ка, мазик. У тебя вроде такой же. Ну да. Видите? Значит, братья. Я думаю, катались все. Опять повторю. 349. Не знаю. Вот так вот. Оп. Сел. И на тебя что-то падает. Давайте вообще посмотрим из салона это все дело. Вот, к примеру. Блин, я знаю где сижу. Не знаю. Тупо буду тут сидеть. Окей. Восемь раз. Замедленно. Че-то голос сломался. Восемь раз замедленно действие делаем. Значит, маз у нас уже где-то там падает. Там тень от него. Блин, страшно. Че за параша происходит? О нет, я не доеду на рынок. Что же мне делать? И где? Маз, эпичность. Где ты? Охренеть, блин. Э, че? О, тралик выдержал удар маза. Он по факту меня спас от маза. Офигеть, блин. Вы только посмотрите. Он тупо кинул маз на прогиб. Ему вообще посрать. Охренеть. Он просто, смотрите. Он даже не сильно помялся. Хотя высота была, блин, приличная. Чуть-чуть дверки просто толстыми стали. И все. Рога, ладно, рога отрастут. Тут двери помял, а там помял. Ну, кстати, вот отсюда не очень-то и выглядит. Это эпично, кстати. Да. Что это такое? Я не знаю. Что-то тут растянулось. Видимо, бабах. Стекло разбилось. В некоторых местах. Или в одном. Если в одном, я ржать буду. Потому что это просто бессмертный троллейбус. А нет. В двух разбилось. Сзади даже не разбилось. Обалдеть, блин, можно. Блин. Тут по факту троллик всех в соло выиграл. Потому что он масс на прогиб кинул. И типа он сейчас едет даже, наверное. Давайте посмотрим. Ну-ка, заводим. А нет. У него сломалась эта хрень, которую я не помню. Название. А масс что? Ну, масс, в принципе, едет, блин. Ему вообще тоже по-пофиг. Его перевернуть, он как новенький. Смотрите, он даже, блин, не повредился. Вот только колесико у него запасное погнулось. Или оно так еще по стандарту. В общем, не знаю, блин. Ребята, если вам всем понравился ролик, обязательно напишите об этом в комментариях. Еще я хочу передать первым 10 подписчикам моим в Телеграме. Огромную благодарность, что вы подписались. Именно вы легенды. И кто-то тоже, возможно, хочет стать легендой. Так что Телеграм юркни. В общем, вот такая вот рубрика. Надеюсь, понравилось. С вами был я, Хирозен. Всем удачи. Всем до скорых встреч.